Друзья мои, всех приветствую на новом проекте и он будет называться Эрнст разоблачает. В рамках этого проекта я буду демонстрировать Эрнсту всевозможные видео, всевозможные картинки, какие-то записи, фотографии различных, связанных, так скажем, с паранормальными вещами. И, возможно, это будет фейк, возможно, это будет не фейк. Мы это и узнаем. Эрнст с помощью своих способностей, своего ощущения будет рассказывать о, собственно говоря, это фейк или не фейк. И, возможно, как-то комментировать. Если это не фейк, то, собственно, что же это за энергия? Вот такая вот будет на фотографиях, на видео. Друзья, если у вас будут какие-то желания, какие-то идеи для будущих роликов, для будущих видео, пожалуйста, не стесняйтесь, присылайте или под этим видео, или в группе ВКонтакте, где угодно. Да, мы обязательно это рассмотрим. И самые-самые интересные будем использовать в новых роликах. Эрнст, здравствуйте! Вам, собственно говоря, сегодня слово, самое главное слово. И первый ролик, который я приготовил на сегодня... Давайте мы его включим. Да, я хочу сразу сказать нашим зрителям, что все ролики Эрнст не видел. То есть это абсолютно вот такой экспромт, да, для чистоты эксперимента. Все ролики, все фотографии я готовлю, но мы включаем их вот только непосредственно во время записи этого видео. Здравствуйте! Как все уже меня знают, я Эрнст Твиттер, и сегодня вот Даниил пригласил меня поучаствовать в новом проекте. Конечно же, я принимаю вызов, попробую. Ну, получится-получится. Нет-нет, удалять не будем. Все, что я сейчас говорил, все будет вестись в записи, и все будет записываться. Все мои оговорки, все, что я неправильно там посмотрю, моргну, где-то зевну или чихну, все это тоже будет. То есть здесь будет идти запись от и до. В принципе, мы, наверное, даже хотели это сделать стримом, но пока не будем это делать стримом, да, то есть пока это будет такая, скажем так, лайтовый стрим. Ну, да дело, командуйте, что мне делать? И первое видео, собственно, запускаем его, да, запускаем, и пусть зрители, они тоже его смотрят и, возможно, как-то оценивают для себя, на ваш взгляд, вы сами оцените, это фейк или не фейк. Эрост, включаем, теперь проведем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дело в том, что я не буду утверждать, то есть существуют всегда такие моменты, как любую ситху можно использовать как, то есть любую ситху можно всегда перефразировать как фокус. Почему? Потому что фокус это в принципе подражание чему-либо, чего в принципе в природе не могло быть, либо могло быть, но мы об этом не знаем. А просто как вообще понять фокус или это ситха? Ну, во-первых, по моему мнению, так быстро это не делается. То есть вот эта вот наигранность на людях, это все-таки больше такое, знаете, как сказать, здесь много артистизма. Для меня вот, например, человек, который действительно обладает таким талантом, такой силой, такой ситхой, он должен более сознательно подходить к этому делу. То есть вот на публике стоять, играть на камеру, играть на эту женщину, которая берет интервью. Я здесь не вижу энергетики. Дело в том, что я всегда, когда смотрю какую-то определенную ситху, я первым делом спрашиваю себя, существует ли здесь энергетика. Мое мнение нет. Здесь ее нет. И я не знаю этого человека, скажу вам по правде. И я не вижу у него вообще за ним какой-то определенной энергетики, какого-то определенного следа эгрегора. То есть мое мнение нет. Фейк, я понял. Это было видео команды Криса Энджела. Это его команда. То есть он вон стоит сам в очках. И вокруг него, собственно, вот эти вот ребята. Они это видео сняли как интервью, я так понял, одной из журналисток. И, собственно, вот продемонстрировали некое влияние на металл. Хорошо. Скажу еще, сделаю еще уковорку, что Крис Энджел, он сам обладает некими ситхами. И вот если я их увижу, я скажу. Так, все, я включаю второе видео. Второе видео. И скажу вам сразу же, что это за видео. Это видео в пустыне с мотоциклом. Да, видео в пустыне с мотоциклом. Да, Heavy. И на самом деле, ютубль. ' Спасибо. В Пустыне с мотоциклом. Ты except for видео. Я- Продолжение следует... 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 показывать, но перед каждым моим питер с левитацией я тоже делаю очень сильные глубокие дыхательные упражнения, то есть для того, чтобы наработать энергии. Он это делает здесь. Не могу четко сказать, делает ли это он их прямо на камеру. Может быть, это вот это может быть монтаж дополнительно, звуковой монтаж. Но я вам скажу так, что левитация и какие-то определенные другие вещи, они довольно сложные. Слушайте, такой момент, что именно левитация – это уже самый результат накопленной энергии, а именно работа с праной – это накопление энергии. То есть это все равно, что вы захотите выйти подраться с моей компанией, но вы придете с гантелями на ринг. То есть с гантелями нужно заниматься ранее, а потом выходить и драться с боксером. Точно так же и здесь. Нужно заранее подготовить энергии. Потом вот насчет этого, не могу сказать, тоже услышал, чересчур громко было. Особенно для пустыни, особенно для того, что съемка велась там с 20-30 метров. Ну, может быть, он нужен с этим смысл. Да, может быть, он смысл. Да, может быть, такой эффект, который… Но это нужно использовать беременность. А вопрос вот еще финальный по вот этому видео. На ваш взгляд, вот он же поднялся на какую-то нереальную высоту. То есть на самом деле на сегодняшний день квадрокоптеры обычно поднимаются на вот такую высоту. Это не опасно чисто физически? Это опасно, если вы не работаете с этим каждый день. Потерять концентрацию, упасть, все. Дело в том, что здесь еще есть два вида спуска. Есть просто потеря, полная потеря, отсутствие баланса и есть медленная. То есть там вы спускаетесь, знаете, как пробитый шарик и начинает человек спускаться. То есть на самом крайнем случае здесь техника спасательного приземления, так сказать, которая поможет вам не так быстро, но опять-таки здесь нужно… Он нарабатывал это не один год, вот эти подъемы. То есть я у него когда-то видел и более низкие, точнее менее высокие подъемы, они тоже имели место быть. Но это довольно классно сделано, как по моему мнению. Я вот не знаю, делали он после этого вообще такие выступления. Мне кажется, он потом немножечко завязал все-таки из левитации. Понимаете, здесь еще такой момент, момент боязни падения. Если человек однажды это пережил, это может очень сильно заблокировать его возможности. То есть человек, который один раз упадет с такой высоты, потеряя баланс воздуха и оступившись, потеряя концентрацию и что-то еще, потом его мозг уже не даст ему возможности подняться. Я понял, да. Здесь блоки могут работать целую жизнь потом. Я вот не знаю, есть ли у него далее много левитаций, но нет. Если, опять же, обращаюсь к зрителям, если вы в курсе, то, пожалуйста, опять же, отпишитесь под этим видео, что вы знаете про историю Криса Энджи. Опять же, давайте включать следующее видео, третье. Я буду вкратце сразу обозначать, что это за видео. Это начинается там, где Стив и Сигара. Да, Стив, Стив и Сигара, да. И я тоже буду сам у себя включать, чтобы его тоже еще раз обновить. Ну, скажу по правде, Стива я знаю лично, и поэтому знаю, чем он обладает, чем он не обладает. И у меня к вам сразу же вопрос говорить вот именно по этому видео со стороны той, что я знаю Стива или со стороны той, что я чувствую? Я думаю, что со стороны того, что вы чувствуете с учетом знания Стива. Хорошо, понял. Поехали. 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 Потану дверь наверхом. Ну ладно. Поехали. 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 Поехали, что лег剪? Я динамер. Хочешь видеть вас. Спасибо. Мы с ним общались. Он очень любит быть непредсказуемым. У него непредсказуемость идет абсолютно во всем. Нет такого типового, что сейчас что-то будет. Человек никогда не ожидает. Это на самом деле правда. Ставлю лайк с моим пальцем. Ставлю лайк. Говорю, что это был просто обыкновенный телепорт. Но это был довольно сложный. То есть обыкновенно сложный. Знаете, есть такое обыкновенное чудо. Вот так и здесь. Работают. Передал через закрытый стакан. Сколько нарабатывать это нужно? Порядка пары месяцев. Опять-таки есть финансовые возможности, которые позволяют тебе от всего отойти, работать непосредственно с этим. Знаете, это вот, что говорят, например, и дают камни в наше огородное, что вот российское кино оно слабое. А вот вы знаете, например, такой момент, что Ди Каприо перед каждым фильмом на месяц закрывается в отеле, в номере. К нему приносят только лишь, прислуга персонал приносит еду. Вот он входит в роль. Целый месяц. То есть он тебе, естественно, может позволить. И поэтому такой соответствующий результат, что он желает собрать. Лично, что здесь человек сумел подготовиться, это не очень сложный момент, который, в принципе, можно делать. Было бы, конечно, более интересно, если бы еще посыпался немножечко пипел, который бы он собрал с сигарой. Но я думаю, это ему для следующего номера. Но если еще довольно молодой, я понимаю, он видео где-то уже лет пять, наверное. Пять-десять, может быть. То есть это достаточно старое видео уже, да? Отлично, отлично. То есть вы считаете, то есть ваше мнение, что это телепорт, да? Телепорт? Да, это телепорт мелкого предмета, да. Мелкого предмета, отлично. Я хочу сразу прокомментировать. Следующие два видео, это тоже видео Динамо, но это очень особая техника. Честно, я видел, вот только у него, скорее всего, она есть еще у кого-то, но я понятия не имею, как он это делает. То есть это не похоже ни на телепорт, ни на что бы то ни было еще. Возможно, это фокус. Но вот сейчас, Эрст, вы нам и расскажете. Запускаем, смотрим четвертое там... Четвертое видео, да. Назовем его Динамо и... Я пишу вам, да, Панель, Сэрс. Я хочу увидеть твои глаза. Я хочу увидеть твои глаза. Пусть твои глаза на голову, да? Да. Видите твои глаза? Да. Смотри. Смотри. Он говорит, где он взгляни в мои глаза. Четвертое видео. Как бы не хотелось разоблачать моего друга на этот фокус. Во-первых, вот если я сравниваю третье и четвертое видео. Третье видео нереально от него прет энергии. В четвертом видео вообще энергетики нет. То есть, есть какой-то трепет, волнение в нем. То есть, что-то может не получиться. Четвертое видео фейк. Простите, Динамо, но это фейк. Это же не сочетание на меня, что я бы сразу отлучил. Но я скажу так, что Футу Динамо, примерно, на процентов 20 это сит. 80 это его нереальная ловкость. Нереальная гибкость мышления. Он мягкий человек. И вот, например, я не знаю, будет ли здесь. Наверное, не будет. Он в Сингапуре. Он где-то показывал над высотками. где он взлетал. Сихо. Ну, это фейк. Ну, как фейк. Это классный фокус. Попробуйте такое сделать. Как на ваш взгляд? Как он сдвинул очки? То есть, это что было? Это уже специально подготовленная. Это уже специально подготовленная была CD-шка. Если бы он ее открыл, например, показал бы там, что внутри там настоящая CD-шка, разбил бы ее. Это уже такой готовый материал, который похож на настоящую CD-шку. Но она двигается. То есть, очки двигаются. То есть, там была фотография. Это у нас кто, Тупак? Или кто это у нас? Тупак из исполнителей. Да. Из американских. Да. И он, получается, так сдвинул его очки на фотографии. А, да. Какой-то похожий. Я просто почему-то потому, что Тупак. Но Тупак мы очень давно его уже нет. Да, хорошо. Но это фокус, к сожалению. Друзья, простите, что я зачаровываюсь. Я верю, что это правда. Но... Опять же, вы это определяете по энергии. То есть, да? Здесь нет энергии. Здесь нет энергии. Здесь нет энергии. Здесь нет энергии. В этом абсолютно нет. Хорошо. И давайте тогда последний финальный ролик на сегодня. Это тоже Динамо. И тоже работа с как раз предметом с его изменением. Да. 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 Смотрите. Да. Смотрите. Смотрите. Вообще, поднимаемся. Каждый человек тоже имеет самые очки. И тогда, я не знаю, что он использовал очки очки, когда бургал пришёл. Данил, давайте посчитаем, у нас сегодня, к сожалению, только две ситхи, это был тоже фокус, к сожалению, какого разочарует, того разочарован, это был просто фокус, хороший фокус технический, выполнен очень правильно, во-первых, нет никакой энергетики, во-вторых, к сожалению, этот фокус уже видел у него, и мы с ним о нем не разговаривали, но я знаю, что это фокус, к сожалению. Ну да, он как раз влияние на предмет, он любит, и изменение этого самого предмета, а на ваш взгляд, как его можно было сделать вот так, в частности, в теории? Опять же, да, это больше к фокусникам? В теории бы сделать невозможно было бы, если бы это был, краску вы не можете перенести, то есть краска, она есть и есть, все. Если бы это был какой-то мелкий предмет, он мог бы его пытаться телепортировать откуда-то на себя, но обычно, знаете, вот, телепортация, она происходит легче всего, если у вас этот предмет находится в вашем поле, то есть от вас куда-то, а не оттуда к себе. То есть, это такой, знаете, такой интересный момент, который вы должны понимать, что если вы видите телепорт откуда-то к себе, это уже на 90% возможно, что это все дальше какой-то фейк. Обычно это происходит от себя на выпал, то есть мы выталкиваем энергию, а не втягивает, потому что выталкивает проще, чем втягивает. Ну, вот так вот. По-моему, мнение это фейк. Можно написать ему, могу даже его телефончик позвонить ему, спросить, когда он вам ничего, конечно, не скажет хорошего, но пообщаться можно. Я дарю, я понял. А вот чисто в теории, возможно ли совершать телепорт предмета с картины? То есть, как бы, все вот это вот, да, это... Это не телепорт, а материализация. Материализация, да. Но там-то он не исчезнет, это будет создана какая-то копия предмета. Чисто в теории это можно? Алхимики долгое время бились над этим, пытались создать золото. На мой взгляд, мы еще не дошли до этого момента, когда мы можем создавать что-то с картины подобное, и при этом, чтобы на картине это уходило, нет. К сожалению, пока что нет. Но, опять-таки, это, знаете, вопрос времени. Ситкильт существует, скажем так, порядка пару сотен лет. То есть, если мы там углубим штамп на пару тысяч, тогда еще никакой левитации вообще не было. То есть, это все у нас такое, знаете, довольно новое. Поэтому... Хотя, может, я сейчас ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Ладно, это мы на этом вырежем. Я просто к тому, что ситкильт должны стоять на месте. Они двигаются, они развиваются. И один человек начнет. Дело в том, что ситхана как-то работается. Вы создаете идею. Эта идея записывается в определенный эгрегор. Все, родился новый эгрегор. Далее люди начинают тоже об этом думать, подключаются к нему. Становится коллективный разум. И какой-то человек, который будет чуть-чуть сильнее по энергетике, даст запах. Тем людям может вернуться эта энергия уже с новой наработкой. И они могут понять, почему у них не получалось, как это сделать. Но на новом этапе, я не знаю, мастеров, которые это могут сделать. Я точно не могу. Простите. Я понял. Благодарю. Благодарю, Эрст. Ну что ж, я думаю, на сегодня нам хватит. Друзья мои, если вы согласны с мнением, конечно, по сегодняшним пяти видео, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Если не согласны по каким-то пунктам, то, опять же, отпишитесь. Возможно, вы что-то по-другому увидите, пожалуйста. В любом случае, вы должны написать что-то. Вы должны что-то написать, чтобы мы видели обратную связь, чтобы мы поняли, интересен ли этот формат, продолжать ли нам снимать подобного рода видео, подобного рода какие-то новые вещи, новые проекты. Ждем. Ждем от каждого, пожалуйста, каждый человек. Отпишитесь. Хотите ли вы, чтобы мы продолжали снимать что-то в этом же духе или не хотите? То есть, да, плюсик или минусик в комментарии. И опять же таки, поставьте лайки, если вам это видео понравилось и вы хотите, чтобы мы продолжали снимать этот проект дальше. Я раз поблагодарю вас, что вы были сегодня, что вы посмотрели эти видео. И до скорых новых встреч, до, возможно, новых выпусков, до новых каких-то видео, новых интересных видео и новых интересных фотографий. Субтитры создавал DimaTorzok